В Саранске прошел региональный этап рождественских чтений. Основная часть мероприятий проходила в онлайн-формате. Подробнее о работе пленарного заседания и секции расскажут наши коллеги. В этом году в Мордовии ежегодные рождественские чтения осуществились, как и было запланировано, но с некоторыми поправками на эпидемиологическую ситуацию. В день открытия чтений в Кафедральном соборе Саранска собрались архиереи Мордовской митрополии, чтобы помолиться и призвать Божие благословения на проведение этого важного для Мордовии мероприятия просветительского характера. Божественную литургию совершал правящий архиерей Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий в сослужении епископов Простослободского и Тимниковского Климента, Ордатовского и Отяшевского Вениамина, а также клириков Митрополии. Свою проповедь глава Мордовской митрополии Владыка Зиновий посвятил теме рождественских чтений Александр Невский, Запад и Восток, историческая память. Это было святое противостояние великих сынов России, которые вместе с великим воинским доблестным стоянием за веру и Отечество, вместе с тем были еще и великими молитвенниками и ходатаями перед Богом. Мы знаем, что благоверный князь Александр Невский принял схему, и это где-то недалеко от Мордовии, здесь в Поволжье. Мы должны на этих чтениях анализировать, что происходит в настоящее время в этом мире, какие у нас в настоящее время есть и духовные ресурсы для того, чтобы противостоять тому духовному злу, который уже очевидно демонстрирует себя и, как говорится, сбросило уже свои маски и открыто произносит агрессивные слова в адрес нашей России, нашего Отечества. Официальная часть, состоявшаяся на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, открыла работу традиционного церковно-общественного форума в дистанционном режиме. Два дня в Мордовии работали восемь секций. Участники имели возможность вглядеться вглубь веков, найти и осмыслить те основания, которые помогли нам преодолеть тяжелейшие исторические испытания и стать великим народом со своей великой культурой и со своей великой историей. В онлайн-формате выступили известные ученые из Москвы и Курска Сергей Вячеславович Перевизенцев, Владимир Михайлович Меньшиков, Светлана Юрьевна Демногорцева. На пленарном заседании министр культуры и национальной политики архивного дела Светлана Никитовна Баулина зачитала приветственное послание в Рио главы Республики Мордовия Артема Алексеевича Сдунова, обращенное ко всем онлайн-участникам мероприятия. В своем докладе Владыка Зиновий подчеркнул важность образовательной составляющей в духовном совершенствовании каждого православного человека, поскольку без этого невозможно формирование целостного и зрелого восприятия мира.